В продолжении темы Лея Викторовича остались такие пессимистичные, скажем, доклады, но, тем не менее, эти доклады вызывают больше всего вопросов, на которые, к сожалению, мы пока не имеем ответов и хотелось бы несколько улучшить имеющиеся результаты. В контексте этого мне бы хотелось представить наши исторические этапы лечения пациентов с нейробластом и четвертой стадии именно у пациентов старше 18 месяцев. В традиционный слайд биологической и клинической гетерогенности нейробластомы, о множестве эпигенетических ее модификаций, которые в свое время позволили нам создать рискодаптированный подход в лечении нейробластомы и, собственно говоря, применив новые опции в лечении этой категории пациентов, а также изучение генетических и биологических особенностей, это позволило за последние 20 лет увеличить выживаемость с 5 до 45% в этой группе пациентов. Но если внимательно проанализировать эту группу пациентов, то мы видим, что в группу высокого риска мы включаем пациентов четвертой стадии заболевания старше 2 лет, которых выживаемость не превышает 10%. Это группа пациентов с четвертой стадии, но младше 18 месяцев, которые изначально могут более благоприятно течь и быть более благоприятными по биологическим и генетическим своим параметрам. И группа пациентов с местно распространенной стадии заболевания, которые имеют амплификацию гена и НМИК, у которых достаточно серьезные имеются данные выживаемости. Таким образом мы как раз и имеем, возможно, если так выразиться, грубо иллюзорный прирост выживаемости до 45-50%. Хотя, собственно говоря, на сегодняшний день все прекрасно понимаем и сдаемся вопросов, так ли это обстоит дело с выживаемостью в группе пациентов как раз старше 18 месяцев с метастатическим поражением костей. Ну и, собственно, в контексте этого я бы хотела представить вам анализ наших данных. Блок индукции, который нам удалось проанализировать, это пациенты, которые получали у нас лечение исторических, сложилось 5 групп с 1991 года по 2017 год. И вы видите на первой диаграмме эффективность индукции в зависимости от порядкового номера курса химиотерапии, и на второй диаграмме степень санации костного мозга от опухолевых клеток в зависимости также от порядкового номера курса химиотерапии. Абсолютно справедливым будет, если я замечу, что при любой программной терапии костный мозг санируется не менее чем 70% случаев после 3 курсов, а чаще всего после 1-2 курсов химиотерапии, и мы достигаем полный или частичный эффект, более чем 80% случаев на любой индукции без достоверного увеличения летальности на индукции. Поэтому, в общем-то, мы пришли к выводу, что нет смысла модифицировать только химиотерапию, именно индукционную ее составляющую. Что касается блока консолидации, вы видите на первом графике две группы пациентов, которые получали лечение с 1996 по 2007 год. На синем графике вы видите, что из группы, в которую вошли 25 пациентов, они не получили этапа высокодозной химиотерапии, общая выживаемость у них составила 4%. Собственно, это один пациент с 4 стадии нейробластомы младше года с поражением эстетическим гостей и костного мозга. Чуть лучше обстоит дело со вторым графиком. Это те дети, которые получили высокодозную химиотерапию. Безусловно, это существенная опция, которая привнесла достаточно серьезное повышение выживаемости в этой категории детей. Это группа из 38 пациентов, в которой общая выживаемость составила чуть больше 20% при среднем сроке наблюдения 96 месяцев. Но опять же, если обратить внимание на легенду, то среди этих пациентов живут дети двое с третьей стадии заболевания, трое с четвертой без метастатического поражения костей с метастазами в легкий и костный мозг только, двое с четвертой стадии заболевания с метастатическим поражением костей костного мозга, но младше полутора лет, и только один пациент с чисто классической четвертой стадии заболевания старше 18 месяцев с метастатическим поражением костей. Еще один график. Дети, которые получили высокодозную химиотерапию, это 14 пациентов. На легенде я представила стадию заболевания. Общая выживаемость в этой группе пациентов, которые получали режим высокодозной химиотерапии с 2009 по 2014 годы, общая выживаемость составила 33% при среднем сроке наблюдения 32 месяца. В этой группе пациенты живы четверо с третьей стадии заболевания, амплифицированные по ЭНМИК, и один пациент с четвертой стадии заболевания без метастатического поражения костей. Основываясь вот на этих данных, мы сделали для себя такие выводы, что различные чисто химиотерапевтические режимы высокодозной химиотерапии не дают существенной разницы выживаемости для больных старше 18 месяцев с поражением костей, что, собственно говоря, можно говорить о том, что достигнут потолок в эскалации доз препаратов в стандартных режимах высокодозной химиотерапии, и, в общем-то, как и весь мир, мы стремимся к каким-то изобретению новых, так скажем, комбинированных подходов для увеличения интенсивности режимов высокодозной химиотерапии. Ну и основываясь не только на наших данных, мы изучали данные литературы, и на сегодняшний день известно множество модификаций эпигенетических для нейробластомы. Это касается, прежде всего, дорегулирования микро-РНК, и это касается деметеллирования или гиперметеллирования ДНК. В общем-то, эти литературные данные представлены, и они гласят о том, что использование эпигенетических, в частности, деметеллирующих агентов в терапии нейробластомы усиливает или, грубо говоря, модифицирует чувствительность химиотерапевтическим лекарственным средством и средством у этой опухоли. Посему в 2014 году мы стали набирать группу пациентов до 2017 года, которым ввели деметеллирующие агенты на этапе консолидации. Видите, это группа из 10 пациентов с общей выживаемостью 58%, средним сроком наблюдения 30 месяцев, и представленный режим с деметеллирующими агентами. Вы видите тоже на этом слайде. Собственно говоря, наверное, вот это сподвигло нас, и отсутствие других возможных всех опций, сподвигло нас на утверждение такого пилотного исследования в нашей клинике по лечению детей с нейробластомой, и мы назвали здесь группу ультравысокого риска. Для себя мы выделили эту группу чисто клинически. Это дети старше 18 месяцев обязательно входят в эту программу, и дети с метастатическим поражением костей. Дети, которые имеют другое метастатическое поражение, с четвертой стадии заболевания, они имеют право получать эту программу, но все данные, которые я буду представлять, эти дети статистическому анализу не были подвержены. То есть это чисто четвертая стадия с поражением костей. Вот приблизительная схема химиотерапии, вернее схема этого пилотного исследования. За основу мы взяли протокол Children-Oncology Group, американский протокол. Собственно, сильно его не изменяли и соблюли все возможные критерии этой программы. И на первых двух курсах химиотерапии на индукции мы ввели деметелирующие агенты в стандартных дозировках 75 мг на метр квадратный, первый, второй курс. Хирургическое лечение у пациентов всегда после третьего курса химиотерапии, что, собственно, тоже не противоречит программе Children-Oncology Group. И далее дети после пятого-шестого курса, чуть позже я скажу, почему одна категория получает пять, другая шесть, мы проводим этап консолидации высокодозной химиотерапии, также с трансплантацией периферических стволовых клеток и также с включением деметелирующих агентов. Пациенты, которые доходят до этапа консолидации, эти пациенты делятся на две группы с остаточной опухолью или метастазами МАБГ-позитивными, и пациенты, которые имеют или не имеют остаточную опухоль, но эти дети с полным ответом по МАБГ. И, собственно говоря, те, которые МАБГ-позитивны, они получают, выделяются еще в более неблагоприятную группу, получают МАБГ-йод-131 терапию, плюс далее режим высокодозной химиотерапии, вайдазатриосульфан-милфалан. И вторая группа пациентов, они не получают МАБГ-терапию, получают расщепленный режим вайдазатриосульфан-милфалан. Что касается хирургического лечения, здесь нового ничего мы не изобретали, и как это, собственно говоря, известно во всем мире, соблюдаем стратегию необходимого, возможного и разумного. По возможности, безусловно, стремимся к радикальному удалению опухоли при невозможности максимальной циторедукции. Мы получаем материал для дальнейшего молекулярно-генетического исследования опухоли после программной терапии, и тоже ничего не изобретали с дозами, полями лучевой терапии. Ну и предвещая вопрос, скажу, что мы отказались в данной программе от поддерживающей терапии, поскольку, с одной стороны, она не показала своей эффективности, кроме иммунотерапии, которая, к величайшему сожалению, нам сегодня недоступна. Но мотивация еще была другая. Мы все-таки работаем над выявлением генетических маргеров, связанных с рецидивами, с дальнейшим возможным прицельным воздействием у этой группы пациентов, которые будут иметь рецидив. Ну и предварительные результаты этой программы. В исследовании на сегодняшний день включено 15 пациентов. 15 немножко сместился. В основном это были мальчики. Как вы видите, все дети были старше 18 месяцев, и у всех детей мы имели метастатическое поражение костного мозга. Эти дети получали 5-6 курсов индукционной химиотерапии, 5 те, кто не требовал МОИБДЖ терапии, потому что технически нам сложно остановить лечение и заказать пока радиофарм препарат, поэтому с целью соблюдения тайминга те дети, которые получают МОИБДЖ терапию, у них предусмотрен 6 курс химиотерапии индукционной. Санация костного мозга наступала не позднее, чем после 1-2 курса химиотерапии. Как вы видите, гематологическая токсичность и другие виды органной токсичности не превышали таковой, в исключении генетического агента, не превышали таковой при любых других программных лечениях, без исключения дементилирующих агентов. И на сегодняшний день 9 детей получили уже этап консолидации, из них трое детей МОИБДЖ терапия и еще остальные дети, 6, расщепленный режим высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией периферических стволовых клеток. Могу сказать, что токсичность здесь тоже не превысила таковую, органная токсичность не превысила таковую у детей, которые не получают дементилирующих агентов. И в последней колонке вы видите на сегодняшний день статус этих пациентов. Ну и предварительные результаты на графиках выглядят следующим образом. Общая и бессобытийная выживаемость у детей от момента включения в программу, это те 15 детей, которые включены, имеют общую выживаемость 86, бессобытийную 57. Один пациенту родители отказались от лечения, у второго пациента произошло событие прогрессирования заболевания, это самая старшая девочка, включенная в наши исследования 9 лет, с диссеминированным процессом и первичным резистентным течением заболевания. Двое детей погибли, один пациент погиб от прогрессирования заболевания после этапа консолидации, но высокодозную химиотерапию он получал в другом учреждении и поступил к нам уже сразу с прогрессированием заболевания. И один пациент, 19 месяцев включенный в исследование, он погиб от бурного прогрессирования заболевания через 1 месяц, а дня 0 после трансплантации аутопериферических стволовых клеток. И на сегодняшний день двое детей имеют рецидив заболевания, один спустя 13, другой спустя 10 месяцев. Это олигометастазирование по костям. И второй график – это общая бессобытийная выживаемость, а дня 0 высокодозной химиотерапии – это те дети, которые закончили полностью программное лечение. Один погиб от прогрессирования заболевания, и два пациента рецидивировали, которые находятся еще сейчас в процессе терапии. Ну и если можно так сказать заключение, они перекликаются со всем сегодняшним нашим днем обсуждения большой глобальной проблемой нейробластомы. Наверное, действительно нет смысла в модификации индукции, и, наверное, нужно работать над новыми какими-то подходами. Мы понимаем, что, с одной стороны, возможно, нужно интенсифицировать консолидацию, потому что это источник, ну, скажем, недолечивания и дальнейшего рецидивирования. Безусловно, нужно работать над тем, чтобы контролировать остаточную минимальную болезнь и, может быть, как-то генетически ее направлять, эти клетки, к созреванию. Глобальный вопрос о новых подходах терапии, который сегодня остается открытым с убедительным увеличением безрецидивной выживаемости, я имею в виду в группе пациентов четвертой стадии с метастатическим поражением. Возможно, как вариант использовать регуляцию клеточного цикла с учетом эпигенетических механизмов. Я не говорю, что это обязательно должны быть дометелирующие агенты, но не снимать это со счетов. Иммунотерапия, конечно, остается под вопросом, как недоступная пока у нас, к сожалению, опция. И в конечном счете мы, конечно, должны победить эту болезнь и излечить ее в определенные сроки, безусловно, с определенной гарантией. Я благодарю всех за внимание. Особая благодарность организационному комитету, конкретно Светлане Александровне, за приглашение на вот столь почетное мероприятие. Спасибо. Спасибо.